В связи с ситуацией буду рад, если вы подпишитесь вот на вот эти вот ресурсики, если у вас есть такая возможность. Здарова, это Эван, и сегодня я опять без цыгана. Я принес тот контент, который вы от меня не ждали. Короче, не то, что я обещала сделать, как всегда. Как уже пару раз случалось на канале, я хочу поговорить на злобу дня, так скажем, по тем вопросам, которые, по крайней мере, сейчас очень сильно горят, по крайней мере, у меня. Не могу сидеть на жопе ровно, я очень сильно злюсь и все такое. Две основные темы для разговора — это закон о пропаганде ЛГБТ взрослым и о соцсетях немножечко. Но сначала я вброшу, что какой-то пидорас разбил сегодня мою кружку для кофе, и я теперь очень сильно злюсь, потому что мне придется покупать новую кружку. А также я вброшу предупреждение, что в этом видео я буду матюкаться. Так вот, поскольку моя маленькая кружка была разбита, мне пришлось заварить кофе 0.5, и я теперь просто на взводе, я чувствую себя не человеком, а просто зверем, ёбаным агрессивным животным. Но это как раз под настроение этого подкаста. Начнем с темы ЛГБТ. На самом деле, типа, я не то чтобы чел, который прям супер-мега-пупер-френдли в этом вопросе, потому что, честно, я не разбираюсь во всех нюансах. Типа просто, знаете, есть радужный флаг, а есть все остальные, и в вопросе всех остальных, если честно, я прям теряюсь. Я не особо хочу в этом разбираться, и как бы, кому интересно, пусть сам в этом барится. Для меня это просто лишнее навешивание ярлыков и какие-то уточнения, которые не всегда обязательны. Так-то это просто имхо. Вы можете со мной не согласиться, но, типа, я вас не осуждаю, и вы, пожалуйста, не осуждайте за это меня. Тем не менее, как и любой среднестатистический, как бы, взрослый человек, я не понимаю, как можно подобные вещи пропагандировать, тем более взрослым людям. В конце концов, если от мемов с Гачемучей тебе захотелось ощутить своей жопе кулак, то, скорее всего, это не влияние пропаганды. К тому же, я ни разу не видел, чтобы представители ЛГБТ ходили по домам примерно как свидетели Иеговы, или раздавали свои листовки на улицах и постоянно навязывали свое офигительно важное мнение, свою офигительно важную позицию. Контент с ЛГБТ-темой и контент, который делают активисты — это две абсолютно разные вещи. И в случае активистов, да, есть довольно большая его часть, которая выглядит действительно как навязывание мнения. Но чаще всего это навязывание мнения о том, что подобные вещи просто случаются, и это, типа, как бы, в каком-то смысле нормально и все такое. Но при этом, что иронично, этот контент обычно остается среди таких же чуваков. То есть, они не то чтобы особо удачно его распространяют и навязывают другим людям. То есть, это обычно какой-то внутренний твиттерский междусобойчик или там внутренний междусобойчик ВКонтактике. Ну, короче, люди развлекают друг друга и тешут чувство собственной важности. Но не суть. Короче, я не совсем понимаю смысл закона, который приняли в том плане, что где пропаганда, что будет считаться этой пропагандой? За что можно будет получить штраф? Почему люди заранее паникуют и удаляют свои рисунки из сети? Потому что думают, что им прилетит 10 миллионов штрафа, хотят 10 миллионов штрафа. Это вроде как штраф для юридических лиц, а это как бы штраф для компаний, например, предположим, какое-нибудь издательство. Тогда издательство может заплатить такие деньги. Как бы считается так. Но если ты просто чел и ты запостил картинку, гипотетически, если она будет активистская, если она будет навязчивая, то гипотетически тогда ты заплатишь 50 кусков. Вот. Это, конечно, тоже довольно приличные деньги, но все-таки согласитесь, это не 10 миллионов. Вообще, если этот закон, если статьи о нем почитать, то, в принципе, он не выглядит настолько страшным, каким он кажется, когда люди о нем разговаривают. Потому что, когда люди разговаривают, они почему-то делают сразу выводы из того, что они прочитали там заголовок статьи, и все. На этом их исследование окончено. Ну или даже не прочитали заголовок статьи, просто нашли чей-то пост в каком-то паблике художника, который там испугался чего-то и начал резко удалять контент и писать, типа, вот все, ухожу из ВКонтактика, ищите меня теперь на других платформах, они же такие охуенные, все в этом духе. Ну и по инерции продолжают его панику нести в массы. Короче, пожалуйста, не будьте такими, и если вы видите какую-то паническую ситуацию, ознакомьтесь, пожалуйста, с ее первоисточником, так скажем. Я прекрасно понимаю, читать всякую юридическую хрень с этим ублюдским юридическим сухим языком, это очень тяжко, его просто невозможно переварить, это просто что-то для избранных, причем, скорее, избранных говноедов. Но если вы уже попытаетесь, вы молодец, поверьте мне, это намного лучше, чем если вы прочитали где-то у кого-то что-то и начали резко паниковать, начали заставлять паниковать всех своих друзей, приятелей, знакомых и чуваков с ВКон, в которых вы сидите и так далее. Прежде чем писать свои охуенные статьи про то, какие все ужасные, злые, плохие и так далее, короче, пожалуйста, чтобы не оказаться ебаным ослом, сначала ознакомьтесь с первоисточником, обдумайте, осмыслите и уже после этого структуризированно осознавайте для себя, нужно ли вам вообще разводить эту панику или, в принципе, все не настолько ужасно, как казалось. Обычно все так и бывает. Ну, типа, предположим, опять же, к теме законов, да, я сейчас хожу по супертонкому льду, наверное, но вот был у нас закон о оскорблении чувств верующих. Ну, да, сажали по нему, но это единичные вроде как случаи и скорее такие показательные, типа, вот, ай-яй-яй, не делайте, как эти люди, а то будем вас на нарах малиновать. Но, правда, за прошедшее время не то, что было очень много каких-то явлений подобного типа. Ну, типа, да, с одним чуваком с ютубчиком прокатило, но самый прикол в том, что его в итоге посадили за экстремизм. И они были правы, когда они на него наехали. Уточнять, про кого я говорю, не буду, но, скорее всего, многие знакомы с этим случаем. Так вот, это обычно просто повод прицепиться, но не более того. Так что, скорее всего, это будет такой очередной статьей, которая будет с натяжкой давать повод для того, чтобы по другим законам и делам изучить этого челика. Короче, могу описать это как, по сути, ничего нового. Кстати, есть еще один занимательный закон. Вроде как принятый в 2021 году закон об образовательной деятельности в России. О нем очень много рассуждали люди, которые занимаются научпоком на ютубе. Например, серьезный канал Антропогенез.ру. У них эта тема поднималась, типа, ууу, не надо, вы нас угробите. Но, тем не менее, закон принят. И, с другой стороны, ничего не изменилось. То есть, и Антропогенез.ру существует как довольно хороший канал на тему науки и ее популяризации. Но и при этом все еще существуют всякие каналы плоскоземельцев и чуваков, альтернативных историков и так далее. Ну и Ян Токлис на сих пор в школах. Камон. Так что, ничего не изменилось. Так что, мне кажется, что и с вопросом пропаганды все будет работать примерно точно так же. Ну, это чисто мое мнение. Короче, я против того, чтобы излишне паниковать. Поживем, увидим. Я лично не собираюсь что-то удалять у себя из архивов своих публикаций, потому что у меня, вроде как, нет ничего такого навязчивого, странного, оправдательного и так далее. Ну, короче, я не думаю, что я человек, который этот закон нарушает. Не по части ЛГБТ, не по остальным частям, которые, ну, вы знаете, какая филия и так далее. Короче, я подобные хрени не поищу. У меня есть ЛГБТ-контент, но он никак не связан с тем, чтобы продвигать в массы идеи и так далее. Будем считать, что в вопросе законов моя позиция – это слабоумие и отвага. Ну, ладно. Такой вот эксперимент. Короче, я думаю, что ничего не произойдет. Что ж, плавно соскользнем на тему ВКонтактика. Вы же, наверное, слышали, если у вас там есть паблик, или у ваших знакомых есть паблик, или вы там следите за кем-то, что там обновились правила. Так вот, эти правила написаны тоже сухим юридическим языком. Типа, то есть, реально хер разберешь, что там именно имеется в виду, потому что, ну, реально слишком сложно написано. Казалось бы, простейшие вещи очень хреново объяснены. Так вот, некоторые ребята прочитали заголовки новых пунктов или обновленных пунктов и начали разводить панику. Ну, короче, как в случае с законом. Сразу же появились охуенные байки про то, что ВКонтактик присваивает ваш авторский контент, чтобы реализовывать его там через третьих лиц и вот это вот все. Или там придумали себе какой-то внезапный пункт про то, что ВКонтактик может отжать ваше сообщество и передать право владения этим сообществом другим людям. И я просто сидела такой, читая эти дурацкие статейки от определенно не очень умных людей и охуевал просто. Ребята, вы, блядь, чем это читали? Жопой или все-таки глазами? Но внезапно там нет ничего подобного. Там есть только один немножечко странный пункт, то, что теперь ВКонтактик может ограничивать владельца сообщества, если он нарушает правила сообщества или законы. То есть занимается пропагандой, которая уже на тему политики, то есть распространяет какие-то взгляды, агитирует там про митинги и вот это вот все. Ну, вы знаете. Или чуваки, которые банально нарушают правила рекламы в сообществах. Да, там есть такой пунктик и не стоит им пренебрегать, потому что, ну, как бы не надо быть свиньями. Короче, в таких случаях ВКонтактик может в одностороннем порядке ограничить вас как администратора в возможностях действий. Например, вы не сможете прикреплять к постам ссылки, которые будут ввести на другие источники и так далее. То есть просто будет немножечко так ай-яй-яй по голове и по жопе. А еще там русским языком сказано, что там нет никаких алгоритмов, которые будут самостоятельно заниматься отслеживанием всяких штук, которые нарушают законы. То есть если на вас будут жаловаться, то тогда вполне себе вероятно, что вам может прилететь как администратор сообщества. Но отслеживать вас вручную никто не будет. А то, знаете, там уже все перепугались. Типа, вот к нам каждому прикрепят собственного ФСБшника, который будет сидеть в пабликах художников и отслеживать, что мы там постим и так далее. Ну, короче, ну, блин, вы серьезно? Еще сразу же начались рассуждения насчет того, что типа, вот, нужно срочно всем валить в запрещенный в России Инстаграм или там в Твиттер, который тоже забанен. И что типа там такие свободные, классные соцсеточки, что они так классно и офигенно работают, и я просто... Ммм, говной воняет. А почему воняет-то? Вы вообще видели, например, правила пользования Инстаграмом? Это полное днище. Это просто жопа всех жоп. Это еще хуже, чем у ВКонтактика. То есть, ну, в принципе, там абсолютно все то же самое. Но, с другой стороны, там есть целая куча алгоритмов и искусственных интеллектов, которые отслеживают любое говнище. Хоть капельку подозрительное. Мне лично постоянно удаляли либо посты, либо сторисы, без объяснения причин. Я, главное, никогда не понимал за что. Также Инстаграм мне вечно кидал сообщения, типа, вот, обратись к психиатру, чел, у тебя крыша течет, нахуй. Ну, и вот это все, все в этом духе. То есть, ты, типа, слишком агрессивно пишешь. Или, о, господи, ты нарисовал череп. Ты, наверное, ужасный человек. Наверное, ешь собак. Вот это все в духе. Короче, Инстаграм, это как такая пережженная мамаша, которая запрещает тебе любое право на мнение, если оно не токсично-позитивное. То есть, тебе там нельзя ныть, тебе там нельзя постить какие-то зловредные штуки, тебе нельзя постить там мрачняк, тебе нельзя постить там депрессуху. Тебе нужно только улыбаться и махать. Весь Инстаграм так, сука, работает. Вот просто я, блядь, ненавижу эту соцсеть. Еще я ненавижу в ней эти уебищные алгоритмы, ненавижу эту уебищную ленту, в которой ты не появляешься даже у тех чуваков, которые на тебя подписаны. Короче, сука, это такое дно ебаное, просто, блядь. Еще и эти шакальные изображения, сука. Они ввели туда эту ебанетину, которая типа как тикток только в Инстаграме, но при этом они все еще не могут сделать так, чтобы у тебя посты не выглядели как говнище шакала после того, как ты их заливаешь, потому что их так же мыхает. Просто хуй ты чем что-то разглядишь. Короче, это все такая хуйня, блядь. И вы туда хотите сбежать? Потому что это суперсвободная соцсетка? Вы ебанулись или куда? Инстаграм это хуже, чем какая-то блядская антиутопия. Например, вы вообще видели, что там весной ребята постили, которые из зоны действий, так скажем? Это полный пиздец. И Инстаграм с ними ничего не делал, но при этом с тобой мог сделать что угодно, если ему показалось, что у тебя на рисунке нарисована кровь. Нарисунки, блядь, с вампиром. Кровь. Короче, пошел ты нахуй Инстаграм, тебя умом, блядь, не понять. И многих людей, которые там сидят и обмазываются этим токсичнейшим позитивом, мне тоже лично не понять. И просто мне очень жаль, если вы считаете, что это идеальная соцсеть с очень френдли чуваками и так далее. Хуже в этом плане только Твиттер, потому что там ты либо с нами, либо автоматически против нас, мы тебя нахуй ненавидим. И вот это вот все. Короче, никакой свободы, врагам свободы. Но все-таки, если выбирать между двумя кусками говна, которые и то хуйня, и эта хуйня, лучше, наверное, все-таки Твиттер, чем Инстаграм. Потому что Твиттер это, ну, там хотя бы что-то можно делать. Не настолько сильно шакалится изображение, хотя тоже шакалится. Еще жирный минус там то, что невозможно сделать длинные посты. Если ты делаешь вот эту гармошку ответов себе, там в комментах ответы, 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 они могут порой меняться местами, и от этого путается смысл. И это очень сложно читать. Короче, блядь, я не понимаю, как можно быть текстовиком, и при этом пытаться убежать в Твиттер, если ты там не сможешь писать свои блядские тексты, на которых ты обычно и выезжаешь. Твиттер это вообще одна из соцсетей, которая наполнена фаст-контентом. То есть ты там не будешь 10 минут сидеть и размусоливать какую-то фигню, ты просто полистаешь ленту и пойдешь дальше. Короче, работает очень примитивно в этом плане, что для кого-то плюс, а для чуваков, которые именно контент еще делают, для тех это минус. Короче, эти две соцсетки определенно нельзя назвать какими-то супер-мега-свободными и так далее. Ну или там некоторые ребята вспомнили такую хуйню, как Тамблер. Вы вообще помните, что это такое? Это было 10 лет назад, нахуй. Короче, это что-то вроде Твиттера, только с кучей ограничений. Примерно как в Инстаграме. Короче, такой всратый ребенок Твиттера с Инстаграмом, они типа почпокались, и у них получился этот генетический уродец, у которого, по сути, функционал – это девчачий дневничок. Но там можно вроде писать более длинные посты, чем в Твиттере. Туда лучше прикрепляются фотки, чем в Инстаграм. Но там тоже очень сильно такая агрессивная, тоталитарная, можно сказать, диктатура того, что тебе можно постить, от что нельзя. Я просто помню, как у меня на половине картинок, которые у меня были залиты в Тамблер когда-то давно, каким-то образом находилась порнография или какая-то типа эротика. Хотя у меня там даже нюдисов не было запощено, оно просто распознавало некоторые элементы на рисунках или фотографиях предметов, то, чего там не было. То есть какая-то особо высокая паранойя у искусственного интеллекта, который явно и научился распознавать то, что ему нужно было распознавать. Кстати, по-моему, как раз так и да, люди активно перебежали в Твиттер из Тамблера, потому что в Твиттере все еще можно было постить какие-то подобные вещи, и их не банили ни за что. Короче, это такая специфическая локальная тусовочка, которая подойдет далеко не всем. Как-то так. Что касается ВКонтакте, я тоже не могу описать, как такую вау, супер-пупер-мега-охуительную соцсеточку. У нее там свои проблемы есть. Вроде того же сраного Прометея, который работает через пятую точку. Вроде того, что ты там можешь попасть не в свою целевую аудиторию, если у тебя начнет рекомендоваться пост, и это довольно неприятно. Ну или также странно выглядит общая перегруженность этой соцсети, или странные разделы, вроде раздел видео ВКонтакте, который как бы является отдельным разделом, на который ты не то чтобы можешь перейти с основной страницы и так далее. Короче, это все ужасно, мега неудобно, на мой взгляд. Еще ему, в принципе, свойственно лагать как сука, и это порой очень бесит, потому что, например, на этой неделе там вообще невозможно было отправлять сообщение или получать сообщение. Все было как-то все... И хер знает почему, никто ничего не объяснил вроде как. И, ну, типа, да, такое случается. Но мне кажется, ничто не идеально. Но, типа, если рассматривать ВКонтакте как соцсеточку для ведения своего творческого паблика, мне кажется, это довольно хороший вариант, потому что ты можешь вести себе здоровенный архив, то есть там сохранять картинки за все время, они не будут слишком сильно жмыхаться, они будут выглядеть прилично даже через 12 лет с создания паблика. Там довольно легко взаимодействовать с подписчиками, там практически отсутствуют такие дебильные алгоритмы, как в Твиттере или в Инстаграме, когда ты видишь посты, так скажем, в рандомном порядке. Там просто можно отключить эту сраную функцию, я ее просто честно ненавижу, блядь, это полный кусок говнища, когда тебе лента выглядит как рекомендации, нахуй, а не то, что ты можешь видеть, когда это постится своевременно. Короче, как таковых поводов очень сильно выебываться на эту соцсеть как на архив рисунков я не вижу. То есть там также можно писать статейки про персонажиков, например, или там длиннющие посты, хоть километровые, тоже можно делать, и это удобно. Навигация по паблику просто муа-шедевр. За это я, правда, уважаю ВКонтакте. Еще, на мой взгляд, довольно удобно то, что там можно изолироваться от всякой хуйни, которую ты не хочешь видеть, потому что в Твиттере не получится, например. Короче, нормальная соцсеточка, просто весь прикол в том, что она российская, то есть на нее больше влияют именно российские законы, то есть в любом случае, если вы живете в этой стране, вы обязаны подчиняться законам этой страны, так что не выебывайтесь, пожалуйста, принимайте это как должное. Короче, эта соцсеть вполне себе подчиняется правилам российского законодательства, точно так же, как все остальные соцсети подчиняются правилам законодательств стран, к которым они относятся. Просто обычно никто об этом особо не задумывается, что удивительно. Ну, короче, реально, почему люди так возмущаются тому, что происходит в ВК, и при этом им настолько насрать на буквально беспредел, который происходит в том же ебаном инстаграме, потому что инстаграм это реально кусок говна для чувака, который хочет быть искренним, там, вести свой паблик, показывать свои картинки, показывать свою жизнь и так далее. Короче, это, блядь, какая-то вылизанная помойка, то есть реально мусорный бак, который просто красиво блестит, потому что полированный, нахуй, языками. Короче, инстаграм это реально пиздец, вот прям полный трешак, хуже просто некуда. Ютуб, кстати, тоже вообще хорош, потому что вот, типа, то, что он творит с моим каналом в последнее время, это вообще просто улет, нахуй. Типа, он растоптал мою статистику, он никому не показывает мои видосы, даже людям, которые на меня подписаны, но при этом выебывается, типа, ой, тебя что-то мало смотрят, я не буду тебя продвигать, и вот это вот все, короче. Или вы пробовали залить когда-нибудь на Ютуб видео, в котором вы матюкаетесь, он столько вас, вам, нахуй, предупреждений выдаст, что, типа, вы-то, вы неправильно поступаете, ваш контент токсичный контент, и вот все это в духе, короче, Ютуб это тоже та еще сранина, но терпимая сранина. По крайней мере, тут можно не зазорно быть в меру прямолинейным, в отличие от Инстаграма, или показывать видеоконтент удобно, в отличие от ВКонтактика. Говнище, правда, что монетизации нету до сих пор, и вряд ли она теперь вообще когда-нибудь появится, но ладно, переживем. Короче, ребята, хватит распространять мнение, что, типа, везде хорошо, где нас нет. Вот вы просто попробуйте повариться хоть в каком-то говне, и уже после этого рассказывайте, какое говно мега уютное, и так далее. Прежде чем разводить панику, не забывайте, пожалуйста, ознакомиться с первоисточниками. В очередной раз вам напоминаю, что не нужно, блядь, читать все жопой и думать хуем. Ну или чем вы там обычно думаете, когда у вас, а, бля, мы все умрем. Сохраняйте в себе хотя бы капельку вменяемости и спокойствия, пока вы хотя бы немножечко, блядь, не разберетесь в происходящем, потому что иначе это превращается в блядский цирк. Короче, волк слабее льва и тигра, но зато в цирке не выступает. Короче, будьте вот таким волком. По крайней мере, в стрессовых ситуациях, потому что паника всегда гробит гораздо больше людей, чем сама ситуация. Мне интересно, кто-нибудь до этого момента вообще дослушал? Надеюсь, что нет, потому что это видео было полное дичи и чисто такое, чтобы вбросить, потому что, сука, меня все заебало, нахуй, вот это вот все, блядь, сука, я нахуй не хочу сейчас видеть ленту, я не хочу заходить в конфы, я не хочу общаться с людьми, меня все бесят просто пиздец, потому что все несут какую-то блядскую хуйню и паникуют, а меня бесит, когда люди паникуют. Ладно, в заключение хочу сказать вот что. Давайте чокнемся валерьяночкой, успокоимся и будем спокойны. Давайте, короче, обсудим всякие злободневные, страшные темы в комментариях. Если у вас есть какой-то опыт взаимодействия с блядскими соцсетями, пожалуйста, тоже опишите его, потому что мне реально интересно, была ли бы такая хуйня, как у меня, у кого-то с сраным инстаграмом, потому что мне кажется, инстаграм это просто помойка блядская, вот просто хуже некуда. Короче, если вас бомбит, делитесь своим бомбежом, я обязательно его прочту и буду ругаться вместе с вами, потому что ругаться я обожаю, потому что я нахуй злой, как черт. И еще, кстати, пожалуйста, подпишитесь на этот каналчик или включите колокольчик на этом канале, потому что реально у меня какой-то пиздец со статистикой, я уже не знаю, что мне делать, потому что вот мне просто хочется лечь и плакать, потому что мне кажется, я подвожу людей, которые хотят заказать у меня рекламу, и я такой, типа, как я буду продавать вам рекламу за 6 тысяч, если видео посмотрит 3 тысячи человек или полторы тысячи человек, просто пиздец нахуй. В общем, мне очень странно сейчас от Ютуба, и он меня тоже очень сильно злит. Короче, пожалуйста, помогите мне спасти этот сраный канал, потому что, типа, этот трэш, у меня последние видео набрали целое нихера, буквально нихера, его не показали даже моим собственным подписчикам, потому что у меня там было попадание в детский контент опять, было попадание опять в то, что это, возможно, никому нахуй неинтересный контент, но это уже мелочи, но обидно было за детский, и это больше всего уебало просто статистику и вообще просматриваемость видео, то есть, короче, просто пиздец, еще странно то, что Ютуб продолжает рекомендовать мои видео годовалой давности, но почему-то новые видео забивает, как будто их вообще и нет. В общем, надо что-то с этим делать, пожалуйста, помогите. На связи был, как всегда, Эван и его цыгане. Надеюсь, у вас будет все хорошо, надеюсь, у меня будет все хорошо. Всем хорошего дня или ночи, смотря когда вы это смотрите, и, короче, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok,